мир вам дорогие друзья приветствую вас дорогие мужчины и женщины сегодня хочу предложить вам просмотреть программу которая я верю повлияет на всю вашу жизнь потому что мы будем изучать слово божье слово божье всегда имеет огромную силу влияния на жизнь каждого человека поэтому будьте предельно внимательны откройте свое сердце и наслаждайтесь тем что господь сегодня будет говорить прямо в ваши сердца да благословит вас господь увидимся в конце этой программы пожалуйста не переключайтесь будет что-то очень важно матфея 25 глава давайте вместе со мной открыть откроем это место священного писания и прочитаем первые 13 стихов тогда подобно будет царство небесное десяти девам которые взяв светильники свои вышли навстречу жениху из них пять было мудрых и пять неразумных неразумные взяв светильники свои не взяли с собою масло мудрые же вместе со светильниками своими взяли и масло в сосудах своих и как же них замедлил то задремали все и уснули но в полночь раздался крик вот жених идет выходите навстречу ему тогда встали все девы те и поправили светильники свои неразумные же сказали мудрым дайте нам вашего масла потому что светильники наши гаснут а мудрые отвечали чтобы не случилось недостатка и у нас и у вас пойдите лучше продающим и купите себе когда же пошли они под покупать пришел жених и готовые вошли с ним на брачный пир и двери затворились после приходят и прочие девы и говорят господи господи отвори нам он же сказал им в ответ истинно говорю вам не знаю вас и так бодрствуйте потому что не знаете ни дня ни часа в который придет сын человеческий тема моей проповеди называется поправь свой светильник что является светильником в нашей жизни в моих руках есть вот такой предмет который очень похож на небольшой светильник этот светильник помогает в полной тьме ориентироваться и видеть то место в котором ты находишься куда ты хочешь идти в общем без вот этого важнейшего предмета в жизни физическом мире невозможно обойтись представьте на мгновение если бы не было здесь ламп или каких-то прожекторов мы бы не смогли увидеть лица друг друга мы не смогли бы помочь друг другу потому что все действительно было бы как бы парализовано знаете я думаю что сегодня бог говорит в наши сердца чтобы мы обратили внимание на светильники которые являются как прообразом нашей жизни светильник для нашей жизни это наш дух так говорит священное писание и в книге притчи 20 главе господь в двадцать седьмом стихе притчи 20 27 говорит светильник господин дух человека испытывающий все глубины сердца вдумайтесь наш дух является вот этим вот светильником рожденный свыше дух это зажженный светильник после того как произошел момент встречи с бога в момент покаяния бог зажигает наш дух когда-то умерший из-за грехопадения адам он потерял свет своего светильника да то есть до того момента когда не было грехопадения произошло происходило то что люди жили в эдемском саду библия говорит что это райский сад в котором не было ни смерти ни одного морга не реанимации ни больниц не судов не тюрем в общем не было того зла которое сегодня есть вокруг нас и потому что действительно в тот момент люди находились славе божьей они были покрыты славы поэтому эта слава делала их счастливыми но в результате их не послушания богу их светильник погас их светильник погас и с того момента они почувствовали себя беспомощными и несчастными людьми светильник может погаснуть светильник может перестать гореть светильник но нужно защищать для того чтобы никто не посмел затушить этот важнейший для жизни человека свет и вы знаете когда произошла эта трагедия светильник адама и вы перестал гореть их дух умер потому что в день в который вы вкусите от плода этого запретного дерева смертью умрете сказал бог в бытие 3 главе адам и его не послушались и их светильник погас и узнать из того момента началась вот эта история трагедии в жизни всего человечества потому что через передачу греховного днк сегодня в абсолютно все потомки адама и евы является духовно мертвыми людьми восстановить свет опять зажечь потерянный свет свет светильника нашей земной жизни возможно только через покаяние когда человек приходит богу исповедует свои грехи опять зажигается его светильник и этот светильник есть как мы только что читали дух человека библия говорит что в последнее время мы прочитали да мы живем с вами матфея 25 главе время когда может быть кажется что жених грядущий за своей невестой замедлил многие люди действительно говорят что сегодня мы живем в последние времена последних времен те события те происшествия всевозможные политические экономические стрессы в жизни человечества они говорят о том что осталось совсем немного времени и вы знаете когда мы читаем эту притчу 25 главе матфея мы видим что человечество делится на два вот таких на определенных лагеря если можно выразиться до 5 мудрых дел и 5 неразумных дел мудрые девы они заботятся о том чтобы в их жизни горел светильник мудрые девы запасаются маслом а что такое запас масла это когда ты не пропускаешь собрание где каждый раз бог тебе дает какую-то порцию откровений о нем о том как жить как поступать и если у тебя есть собою какой-то запас найти определенный запас масла тебе не страшно жить даже если все начнет крушиться в жизни в мире да и тьма покроет землю и мрак покроет народы над тобою будет этот свет божьей славы этот светильник твой горит и он позволит тебе жить независимо от всех процессов которые происходят в твоей жизни земной чтобы не было падут подли тебя тысячи и десять тысяч одесную тебя но к тебе не приблизится ангел-губитель потому что бог видит твой горящий светильник и даже если произойдет какой-то момент замедления ты не будешь за 100 застан врасплох скажем на это громко аминь вот почему так важно заботиться об этих важнейших вещах не потерять самое главное что есть у нас это горящий светильник нашего духа он должен гореть несмотря ни на какие обстоятельства в нашей земной жизни скажем на это аминь благословенные братья и сестры вы знаете наш в чем как бы привилегия горящего светильника в жизни человека псалом 17 это откровение которое давид оставил из личного жизненного опыта в этом псалме и сегодня это подсказка для нас дорогие братья и сестры дорогие наши зрители через интернет посмотрите что говорит давид ты возжигаешь светильник мой господи бог мой просвещает тьму мою с тобою я поражаю войско с богом моим восхожу на стену бог не порочен путь его чисто слово господа щит он для всех уповающих на него ибо кто бог который кроме господа и кто защита кроме бога нашего бог припоясывает меня силою и устрояет мне верный путь делает ноги мои как оленьи и на высотах моих поставляет меня научает руки мои брани и мышцы мои сокрушают медный лук ты дал мне щит спасения твоего и десница твоя поддерживает меня и милость твоя возвеличивает меня ты расширяешь шах мой подо мною не не поколеблются ноги мои я преследую врагов моих и настигаю их и не возвращаюсь доколе не истреблю их поражаю их и они не могут встать падают под ноги мои ибо ты припоясал меня силою для войны и изложил под ноги восстающих на меня ты обратил ко мне тыл врагов моих и стрим и я истребляю ненавидящих меня посмотрите давид описывает ситуацию своей жизни из-за того что господь возжег его светильник да мы читали это 28 стих ты возжигаешь ты зажигаешь мой светильник ты поддерживаешь огонь своего присутствия в моем духе и когда этот светильник горит мне не страшен враг который окружает меня он перечисляет эти потрясающие обещания бога после того как возжигает господь светильник мой говорит давид я поражаю войско восстающие против меня это прообраз наших проблем это прообраз всех атак наказаны из духовного мира на нашей жизни библия говорит в псалме 33 20 много скорбей у праведного но от всех их избавит его господь атаки которые мы проходим живя на этой грешной земле земном царстве это нормальное явление но почему эти атаки мы не могут нас сломить потому что в нас горит светильник божьей славы божьего присутствия скажем на это аминь вот почему господь говорит что он делает давид говорит оба господин говорит он делает мои ноги как олень и на высоты мои поставляет меня все наши достижения в жизни все наши победы все наши успехи друзья не из-за того что мы такие крутые и такие сильные нет без бога мы ноль и чем быстрее мы это поймем тем быстрее бог будет возводить тебя на свои высоты библия говорит в иоанна 15 главе иисус сказал без меня вы не можете делать ничего ни одного беса изгнать ни одну болезнь исцелить ни одного человека изменить вот знаете как бы мы не пытались уговорить людей перестать грешить или уговорить и дать какие-то им альтернативные ценности это невозможно только господь может поменять их образ мысли скажем на это аминь и знаете бог дает нам этот авторитет влияние в духовном мире бог хочет сегодня излить на этот город свою славу но ему нужны люди которые бы поверили в эти обещания и начали платить цену цену своего смирения цену своего хождения в духе святом когда они отказываются от чего-то земного временного в пользу невидимого но вечного знаете эти вещи действительно они предшествуют пробуждению мы проводим ревизию своего сердца мы поправляем свои светильники друзья потому что иногда из-за каких-то вещей светильник может потухнуть если вовремя не зажечь опять светильник нашей жизни знаете что происходит происходит друзья потеря радости в боге потеря бог становится чем-то уже таким скучным и обыденным и в дьявол говорит да ты уже все знаешь зачем тебе в церковь ходить ты уже и так столько раз библию читал друзья но это атака из духовного мира на ту ситуацию чтобы твой светильник погас если знаете светильник гаснет друзья мы теряем мы теряем абсолютно все мы теряем самое главное мы теряем божье присутствие а без бога друзья даже вот вся эта кипучая религиозная деятельность это называется религия религия когда бога нету а люди пытаются его какими-то своими человеческими догмами и знаете челобитными еще какими-то глупыми вещами пытаются бога заставить быть в их жизни но у них ничего не происходит можно носить крестик а в сердце будет нолик можно делать вид что ты знаешь бога но если бог ушел из твоей жизни дьявол просто не оставит тебя без проблем а будет действительно распоясавшись уничтожать все чтобы в итоге человек полностью разочаровался в боге и перестал доверять ему вот почему так важно светильник нашей жизни не допустить его как бы полностью потери огня на 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 сердце на алтаре нашего сердца потому что это начало конца друзья и это правда вот почему давид говорит ты даешь мне эту возможность преследовать врагов моих 38 стих я поражаю их хотя они многочисленны хотя они сильнее когда хотя они может быть в несколько раз больше как голиаф который выступил против маленького подростка да там кто-то говорит ему было 14-17 лет и на самом деле давид когда он по сравнению с голиафом выгла выглядел как какая-то блоха по сравнению с огромным таким мир верзилой но дай бог дал давиду победу потому что светильник внутри сердца давида был полон огня и присутствие божье скажем на это аминь вот почему он а говорит ты обращаешь тыл врагов моих и я из при истребляю ненавидящих меня они вопиют но нет спасения потому что господь он дарует мне победу над всеми моими врагами друзья поправить светильник это то что сегодня нужно многим людям к сожалению но если бог дважды вот побуждает меня говорить в церкви эти вещи я знаю это неспроста у кого-то сегодня какой-то кризис в жизни и вам необходимо поправить свой светильник потому что жених может прийти и потом будет страшная трагедия когда немудрые девы не смогут пойти в царство приготовлено нашим господом небесным отцом он приготавливает к нам нам эти обители в которых мы будем вечно находиться но из-за того что твой светильник в этот момент его прихода не будет гореть ты можешь проиграть всю 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 свою земную жизнь да ты можешь достигнуть каких-то второстепенных вещей но потерять самое главное потерять вот то обещание которое господь сказал своем слове о вечном царстве его сына возлюбленного иисуса христа в котором мы все будем знаете вообще жить без горящего светильника оказывается это не просто знаете так вот кто хочет кто не хочет это трагическая трагическая ситуация в жизни человека если в его жизни не горит светильник божьего присутствия я хочу доказать словами из книги иова да свет у беззаконного потухнет и не останется искры от огня его что заглушает свет что делает светильник не горящим беззаконие или грех и когда человек грешит он теряет огонь на своей жизни божьего присутствия и как результат скажите как результат потеря этого света у беззаконного вот чем сопровождается смотрите если беззаконник потерял внутренний света то 6 стих померкнет свет в шатре его посмотрите светильник его угаснет над ним то есть как будто из духовного мира тьма она перейдет в мир физический в мир который окружает беззаконника сократятся шаги могущества его то есть до этого когда в нем горел светильник он чувствовал себя уверенно он смотрел с оптимизмом жизнь но вдруг какой-то приходит страх приходит неуверенность депрессия отчаяние разочарование и как результат часто суицид когда человек говорит я не могу выдержать этого давления многие другие у кого горит светильник говорит так в чем проблема вроде бы внешне все хорошо но это только внешне кажется внутри перестал гореть свет и вот смотрите что происходит ибо он попадает в сеть своими ногами и потенетом ходить будет петля зацепит за ногу его и грабитель уловит его он однажды попадет в этот капкан который сатана выставил да если еще вчера он ходил как по минному полю безопасно зная фарватер или зная места где есть опасность но когда светильник не не горит когда ты идешь во тьме а слово божье говорит вы она 11 главе 9 10 стих иисус говорит ходящий во тьме спотыкается только тот кто ходит во свете не спотыкается а тот кто ходит во тьме он обязательно найдет эту петлю в которую как в капкан он вступит и дьявол знаете вот вы просто возьмет подсечет его жизнь и по порой бывает это уже трагически и непоправимо петля зацепит его ногу и грабитель уловит его кто такой вор и грабитель это дьявол библия говорит что иисус пришел дать жизнь и жизнь с избытком а дьявол пришел убить украсть и погубить и если ты не знаешь бога если внутри тебя не горит этот светильник поверь это всего лишь дело времени чтобы сатана сыграл свою злую шутку с нечестивым человеком или с человеком который потерял огонь светильника божьего присутствие божьего в своей жизни и вот смотрите что здесь написано в десятом стихе скрытно разложены по земле силки для него и западни на дороге скрытно то есть незаметно знаете когда кладется какая-то петля или капкан делается на на зверя то как правило его маскируют то есть нет нет не ставят такую табличку вот здесь тебя ждет опасность вот здесь тебя ждет трагедия вот здесь ты лоб расшибешь или попадешь в этот капкан нет скрытно незаметно потому что когда ты во тьме ходишь тебе очень тяжело ориентироваться в пространстве тебе не видны вещи которые действительно видно тем кто ходит во свете вот почему многие христиане потерявшие свет внутри себя они попали в серьезные проблемы связанные с какими-то я не знаю этими корпорациями где вас обещали вас сделать богатыми и многие люди взяли так тупо свои квартиры по закладывали в банк прибежали в эти кто 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 сделает нас богатыми вот вам ммм вот наши вклады вместо ммм получилось же 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 понимаете и и когда это не верующие люди как-то можно еще объяснить но когда верующие как бы называющие себя верующими делают такие не глупые вещи это говорит что в на тот момент просто они остались без божьего света внутри скажем на это аминь посмотрите друзья эти силки и западни они прикрыты дьяволом по всем дорогам земных земных земной жизни со всех сторон будут страшить его ужасы и заставит его бросаться туда и сюда что такое бросаться туда и сюда это описание суеты которая человеку не решает ни одной жизненной проблемы беготня суета туда сюда к тому всему в этой церкви в другой церкви туда поехал на конфет сюда поехал зачем тебе ездить тебе нужен господь они самый помазанный евангелист в мире евангелист может помолиться но если твой светильник потух тебе никто его не зажгут не зажжет кроме господа я верю в силу молитв я сам езжу на конференции но не для того чтобы люди мне помогли люди мне ничем не могут помочь мне нужен господь который вас жжет светильник мой и тогда у меня все абсолютно все в жизни образумится друзья настал тот важный момент когда я хотел бы обратиться каждому из вас если еще по каким-то причинам вы не отдали свое сердце в руки всемогущего великого бога я предлагаю вам сделать это прямо сейчас прямо сегодня потому что мы живем в последние времена и мы не знаем когда придет господь но если он придет и ваше имя было не записано в книге жизни это будет по-настоящему самой великой катастрофой которая может себе только вообразить любой человек поэтому давайте избежим этой трагедии давайте прямо сейчас закройте свои глаза откройте свое сердце и проговорите своими устами слова этой молитвы покаяния которая навсегда изменит вашу жизнь здесь на земле и повлиять на то где вы проведете вечность это настолько важные вещи о которых мы сегодня говорим скажите так дорогой небесный отец я прихожу к тебе в этой молитве через имя сына твоего иисуса христа прости меня за мои грехи помилуй меня грешника я раскаиваюсь перед тобой за все неправильные поступки и грехи которые совершал войди в мое сердце измени меня сделай меня настоящим божьим человеком на этой земле благодарю тебя что ты записываешь мое имя в книги жизни и я не умру но буду жить и возвещать дела господни слава тебе вовеки мой бог отец сын и дух святой аминь друзья я поздравляю вас с этим важнейшим моментом вашей земной жизни бог довел вас до этого момента чтобы услышать слова этой молитвы которая повлияет на то будущее которое вам предстоит прожить я поздравляю вас еще раз с этим важным событием жизни для того чтобы удержать спасение для того чтобы не растерять его я всегда рекомендую делать некоторые важные вещи первое молиться своими словами говорите богу все что есть хорошее и плохое в вашем сердце с этого момента он слышит вас конечно же будет отвечать второй важный момент начните читать библию потому что этот духовный хлеб для возрастания в боге в познании творца он дал свою книгу под названием библия чтобы мы изучали и понимали как нам жить на этой земле третий важный момент найдите поместную церковь и станьте частью божьего народа только вместе с другими людьми вы сможете устоять в искушениях и испытаниях земной жизни и четвертый важный момент смотрите наши программы я верю что бог духом святым будет проговаривать ваши сердца важные истины и мы очень рады что мы можем служить вам пожалуйста следите за нашими информационными сообщениями в социальных сетях смотрите за нами как мы служим богу и подражая нам сделать еще больше чем это делаем мы мы любим вас и благословляем любовью нашего господа иисуса христа с вами была программа последнее время и я юрий коновалов да благословит вас господь а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за просмотр!